Чудеса педагогики. Как легко украсть 100 тысяч гривен у детей и также легко спрятаться там, где поймать не смогут. Кто она и где прячется подробнее Елена Брынза из Кировограда. Высокий забор, замок на воротах. За забором Балаховская школа социальной реабилитации. Заведения режимные, здесь обучаются мальчики-подростки с судимостями. В основном совершившие кражи и разбои. Бытовые условия скромные. Из занятий спортзал и два компьютера без интернета. Именно здесь разместили воспитанников Макеевского профтехучилища. Из личных вещей у ребят своего немного. В Кировоградскую область переехали только половина воспитанников. Остальные, кто сбежал к родителям, кто к террористам. Не захотели ехать и педагоги. Из личных убеждений. Ребят сопровождали только трое, в том числе и Ирина Муханова, теперь уже бывший директор. Вот она мило улыбается на фотографиях кругу воспитанников. Правда, забота о детях оказалась липовой. Она постоянно их обворовывала, говорят ребята. А буквально накануне проверки уехала в Макеевку, якобы за теплыми вещами. И связь с ней оборвалась. Позже выяснилось, она снимала деньги с банковских карт, на которые ребятам перечисляли стипендии и соцпомощь. Ну, просто стыдно перед всеми. Не, ну как я могу об этом догадываться или знать, потому что доступа к этим карточкам ни у кого не было, кроме директора. В прокуратуре выяснили, обворовывать подопечных директору помогали и другие коллеги. Все они остались на территории так называемой ДНР. Полгода назад Донецкая прокуратура уже подозревала Ирину Муханову в растрате. Но тогда она усидела в своем кресле. А вот теперь сорвала куш. 100 тысяч гривен плюс перспектива карьерного роста. Знаем, что сейчас ей запропонували высокую посаду в так называемой террористической организации ДНР, которая касается обеспеченных вопросов. Завершить расследование обещают за месяц-два. И только после этого Муханову официально объявят в розыск. А пока она будет опитать ребят, которые остались там, в зоне подконтрольной донецким террористам. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кировоградская область. Кировоградская область. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...